И это бюро не нужно. Это просто будет для моей репутации, моего бюро плохо. Веришь ли ты в эту силу личного бренда? 90, я не знаю, 5% это сарафанное радио. Сейчас меня возненавидят все эти маркетологи. Это бухгалтерия на анаболиках, по большому счету. Все-таки такими навыками должен обладать дизайнер, архитектор. И вот это вот все личные бренды, вот эта вся фигня, простите. Вот если оно радует глаз, значит это хорошая вещь. Если не радует глаз, мне все равно, сколько она стоит. Начинающим вот дизайнерам какие первые шаги? Подумай немножко наперед, на год, на два. Ты видишь себя девочкой из Инстаграма, которая в рисах подушечки выкладывает? Ну так продолжай выкладывать, ради бога. Друзья, всем привет. Сегодня у нас в студии будет точно жарко, потому что мы начинаем наше шоу Декортье дизайн диалог, можно просто назвать 3D. Мы поговорим об этом со всех сторон. И я вас приглашаю в это увлекательное путешествие, где мы будем говорить про дизайн, про его нюансы, про красивые интерьеры. И сегодня в нашей студии наш хороший друг с большим опытом в интерьере, специалист Вадим Костырин. И это журналист, интерьерный продюсер и стилист. Все верно? Ничего не забыл? Да. Вадим, привет. И в первую очередь еще разреши забежать немножко вперед и сказать, что сегодня точно будет интересно тем, кто хочет продвинуться в дизайне, те, кто должен понимать, как попасть в глянцевый журнал, как преподнести свой интерьер, вообще как сделать интерьер высокого уровня, на что обращают внимание редактора журналов. Самое главное, те, кто досмотрит этот выпуск до конца, ждет классный подарок от Вадима. Ну а теперь, Вадим, привет. Привет. Да, если я что-то забыл, дополни о себе. Ой, я, знаешь, как это, у меня очень простая есть формулировка, когда меня спрашивают, чем ты занимаешься, я говорю, я все для всех. Вот, потому что, ну, как бы, поскольку я, как ты правильно сказал, больше 20 лет всем занимаюсь, я побывал со всех сторон баррикад. Я был и редактором, и главным редактором в журналах, и я работал как пиар-директор, ну, или пиар, на английском это называлось пиар-офисер, а, собственно, в разных архитектурных бюро, в том числе и в российских известных достаточно, и в Заборе, и в Окс-архитекте, и у Бахаревых, собственно, и у кого-то. И сейчас занимаюсь с кем-то. Ну, то есть, как бы, получается, я знаю специфику работы и бюро изнутри, и всего нашего прекрасного медиарынка, в который я погружу. Ну, мне кажется, это, на самом деле, очень классно, потому что, получается, твой опыт, он такой на границе, да, с одной стороны, ты прекрасно знаешь, да, с точки зрения редакции, журнала, как, что, и с другой стороны, с точки зрения бизнеса, наверное, да, колледж, ты был пиар-менеджером, пиар-директором. Ты понимаешь, когда ты работаешь, даже, как бы, это кажется, что большое бюро, ну, все бюро, там, не знаю, ну, в Окс, вот, большой, ну, типа, большой, там, человек 10 тогда было, ну, то есть, это не очень большой. Бахарева еще больше, но, опять же, там, это технические сотрудники, стройка, проработы, там, и так далее, там, подобное. Но на практике ты работаешь с одним-двумя первыми лицами, и ты участвуешь буквально во всем, потому что тендеры, например, вот, тендеров я сделал кучу. Один раз был вообще это смешной вопиющий вариант, я надеюсь, наши коллеги. Архитектор нас не смотрит, но если смотрит, то пофиг, потому что это давно было. Короче, у меня один раз ситуация была, я уходил из одного бюро, приходило другое, и я вел тендеры от двух бюро в одну компанию. Это был дурдом. Я никому ничего не сказал, но мне повезло, потому что там был, господи, там была менеджер, не менеджер, ну, как это, руководитель одного направления. И она фактически мне просто вот говорила, вот, напишем это, сверстаем так, там, ды-ды-ды-ды-ды, типа, и отправим. Ну, у меня права голоса не было, поэтому, как бы, я ответственности не чувствовал. Естественно, выиграл я там, где вел я сам. Ха-ха-ха. Вот. Проект реализован, безумно, абсолютно. А, Вадим, я тогда, ну, предлагаю немножко подытожить, да, твои регалии и твои навыки. То есть, вот сегодняшний день у тебя вот основное что? Ты редактор журнала, да, ВАА? Контракт, как бы, с издательским домом Цифень, который дает журнал ВАА, но кроме журнала ВАА я редактирую еще другие продукты, то есть книги, например, которые выходят в издательском доме. То есть, я снимаю и для этих книг, и для журнала, как стилист, очень много съемок делаю. Ну, именно у меня достаточно много съемок, то есть обложки все мои и так далее. То есть, это основное. Еще я консультирую дизайнеров, в общем-то, когда они хотят. А еще я работаю на, господи, два конкурса, один китайский, один китайский. Ну, то есть, у меня много всего. Слушай, а вот, кстати, интересно, да, вот мы сейчас говорили, консультирую дизайнера, ты имеешь в виду это вот именно в продвижении, да? Мне не нравится, в принципе, слово продвижение, скажем так, пиар, да, пиар. Что такое пиар? Это паблик релэйшн, да, это связи с общественностью, то есть, как бы, то, что делают секретари. То есть, это некое выстраивание коммуникации. Опять же, переводя на русский язык, это общение с аудиторией. То есть, мы создаем для дизайнера правильные, фактически, информационные потоки. Не вот это вот все личные бренды, вот эта вся фигня, простите. А мы делаем именно так, чтобы дизайнера видели в тех местах, где он, где это полезно для его деятельности. То есть, это не обязательно, там, конечные клиенты, потому что конечные клиенты, это сложно, это обычно сарафанное радио. Из журналов, кто бы что ни говорил, клиенты приходят стучно. Там, приведу пример, вот бюро, про которое я рассказывал, по-моему, по одному или два клиента приходили вообще за все время существования бюро, это десятилетие, да. То есть, как бы, вот. Из журналов? Из журналов, да. То есть, соответственно... Ну, а что тогда ты подразумеваешь под пиаром, да, то есть, вот, что это на сегодняшний день действующее... Понимаешь, когда к тебе приходит клиент, он приходит не только к тебе, как правило. То есть, я зайду издалека. И ему, самого себя, клиенту нужно убедить в том, что нужно делать это именно с тобой, а не с кем-то еще. И когда у тебя, вот, как у тебя каталоги, у меня в бюро стояли книги, у нас клиенты не верили, что это все, в этом каждой книге есть наше бюро. Я просто на удачу им вытаскивал любую книгу или газету, или там подборки. Это же публикация, да? Да, и просто открывал им. И они понимали тогда, что да, это известное бюро, что оно давно на рынке. Потому что, в принципе, это все не очевидно. А сейчас, особенно в условиях, когда дизайнеры открыли для себя маркетинг в интернете, и они вбухивают кучу денег, и они торчат на всех сайтах просто без разбора, с новостями Калужской области и Владивостока, с их рекламой и всем остальным. Когда они друг друга, у них уже название одинаковое, понимаешь, когда я показываю, вот сейчас вот я с бюро, одним общаюсь, я им показываю название фактически такое же. И вот для клиента, как для меня бы, то есть для меня бы это были два одинаковых бюро. И как я должен выбирать? Без лица, да. То есть как бы я плюнул бы и пошел по знакомым спрашивать, вернулся, если бы мы к ситуации, опять же, сарафанного радио. Опять же, у тебя есть знакомый архитектор, он может вообще другими заниматься. Он, допустим, и не возьмет вот мой проект. Я приду с квартиры там к кому-нибудь, он мне скажет, ну ты серьезно, как бы у меня тут это я здание строю. Или это может быть просто дорого. А я ему говорю, а ты знаешь такого архитектора? Он мне говорит, нет. Все, понимаешь? А я делаю так, что все коллеги, и ты, и все поставщики, и все эти самые, как они называются, подрядчики, и другие архитекторы знали того человека, с которым я работаю. И когда вопрос задают, а ты знаешь, говорят, конечно, это известный специалист. И возникает доверие. То есть на самом деле вся коммуникация строится и существует именно для того, чтобы архитектора знали. Окей. Ну и как это дает преимущество, например, среди клиентов? Ну вот клиент, сегодняшний клиент как выбирается? Ты начал говорить, что приходит ко мне, к другому. Роман, это очень просто. Тут я тебя вороты перебью. Ну вот ты занимаешься текстилем, ну очень серьезно. У вас известная фирма. Хорошо, я клиент. У меня есть выбор. Ты и еще 10 фирм, про которых я не знаю ни хрена. И которые нигде не публикуются, и которые это самое. Как я буду выбирать? Я захожу, у тебя миллион каталогов, у тебя собственный офис, да? У тебя есть какое-то шоу, прости господи. У тебя есть какие-то публикации. Ну то есть я спрашиваю на рынке, вот мы встречались на вечеринке этим самым. Говорю, Игорь, он говорит, а я вас знаю, понимаешь? А если представь, что он тебя не знает, и вообще никто не знает ни на одной вечеринке в Москве архитектурной. Сколько бы у тебя было клиентов? Насколько бы меньше? Ну да, здесь ты сейчас говоришь про дизайнеров. А вот, например, если дизайнеру приходят все-таки частные клиенты, да? То есть все равно дизайнер же ищет основным частных клиентов. Он не ищет, я тебя удивлю. Ну, хорошо, не ищет. Ну, в смысле, они сами приходят. Это сарафанное радио, Роман. Вот 95% это сарафанное радио. И твоя, в общем, задача, на самом деле, пиара, как я ее понимаю, да, окей, это именно вот в том момент, когда к тебе обратились, когда, наверное, на квартире тендеры уже давным-давно проводят. То есть клиент просто рассылает такой, знаешь, как опросник. Сколько у вас квадрат стоит? Сколько вот, с кем вы там работаете, не знаю, сколько у вас там конкурсов победили? Ну, вот такой вот бред, такой же примерно, как присылают тебе крупные компании, потому что я-то работал, ну, в основном в корпоративном сегменте. В зависимости, что ты ему покажешь, да, этому клиенту, что понятное дело там, что если клиент заходит на твой сайт, у тебя куча публикаций, у тебя куча призов. Вот, тебя знают все твои коллеги, тебе намного проще, и сайт, на который легко зайти, потому что некоторые архитекторы настолько уходят в креатив, что на их сайт еще пойди найди что-нибудь. Вот, и вот в этот момент и случается вот эта химия, и клиент решает, вот с этим человеком я буду работать, а они с вот этим, вот этим, вот этим. Потому что они оказались слабее, у меня с ними не выстрелилась коммуникация, я не увидел, например, что они, в принципе, кому-то интересны, потому что вся эта вещь, это такой психологизм, ну, в смысле, это все связано с психологией. То есть человек может себе не отдавать отчета, почему он делает выбор, но он, например, увидел 20 журналов, или, вот, кстати, не знаю, далеко ходить, это не играет роли, он увидел популярную запрещенную сеть более чем у другого человека, и он, понимаешь, у него может просто сработать внутреннее некое тщеславие. Это нормально абсолютно, он даже себе в этом не признается, даже не отдаст отчет, он не проанализирует это. И он посмотрит у одного человека аккаунт, например, миллион, а у другого, например, пять тысяч, и там, соответственно, совершенно разный уровень контента и красоты, и всего света. И кого он выберет? Ну, скорее всего, того, кто. Почему? Потому что ему самому приятнее быть как бы с тем, кто более популярный. Это работает очень часто, и задача как раз пиар-менеджера, пиар-директора, вот эти коммуникации неосознанные, взять в свои руки и направить их в нужное русло, чтобы архитектор не нес ту чушь, которую они обычно несут везде. Дорогие друзья, я знаю, что нас смотрит много в этом выпуске дизайнеров интерьера, и я знаю, со сколькими трудностями вы сталкиваетесь, когда хотите реализовать текстильное оформление ваших интерьеров, как правильно найти подрядчика, сколько нужно предусмотреть нюансов, связанные с выводами электриками и так далее, и так далее, и так далее. У нас богатейший опыт, мы 20 лет занимаемся и работаем именно в таких проектах, и мы точно знаем, когда и какой вариант лучше предложить. Наша коллекция насчитывает более 200 тысяч номинований тканей, и у нас есть огромный опыт реализации самых сложных проектов, где мы готовим даже специальный проект по текстильному оформлению, который включает в себя не только подбор ткани и изготовление эскизов, но еще и текстильную всю начинку. Сотрудничая с нами, вы можете быть уверены, что ваш проект будет реализован лучшим образом и высоко оценен вашими заказчиками. Ждем вас в Декортье. Все-таки такими навыками должен обладать дизайнер, архитектор, чтобы соответствовать тому, про то, что ты говоришь. Во-первых, быть в высоком сегменте, а во-вторых, как раз привлекать эту аудиторию. То есть вот эти навыки-то есть, выделенные тобой? То есть ты как редактор, как пиар-директор, как пиар-специалист, да, будем говорить? Ты можешь их выделить? Или они очень индивидуальные? Индивидуальные, давай так. Нет, они отнюдь не индивидуальные. Я тебя удивлю, я тебе коротко отвечу, потом длинно. Архитектор должен архитектурой заниматься, быть хорошим архитектором. Дизайнер должен делать хорошие проекты и хороший дизайн. Все, вот здесь мы ставим большую жирную точку. А их пиаром, как это сказать, должен заниматься специалист. Я не говорю про себя, просто не нужно. Как бы, блин, откройте, пожалуйста, как это называется, словарь, и прочитайте, что такое пиар, да? То есть паблик релэйшн, связи с общественностью на русском языке. Что это? Это не маркетинг, это не приложение к маркетингу. Маркетинг, простите, сейчас меня возненавидят все эти маркетологи, это, как это сказать, это бухгалтерия на анаболиках, по большому счету. То есть мы занимаемся именно, если мы говорим про пиар-коммуникацию. То есть реклама здесь, например, она имеет второстепенную функцию. Сейчас все очень увлеклись интернет-рекламой и всем остальным. И здесь есть очень большая опасность. Почему? Потому что в какой-то момент будут выживать именно в этой логике те, кто больше всего потратил на эту рекламу. Учитывая ситуацию на российском рынке, фактически монополию Яндекса, хорошо, у тебя есть бюро с офигенными проектами, в котором работают два человека. И у тебя есть бюро с, как бы, как это, которое, ну... Конвейер. Нет, не конвейер, это, не знаю, своей дочери на день рождения папа подарил архитектурное бюро. Распространенная ситуация. Как бы у нее есть миллион на продвижение в интернете, у тебя нет. Но проекты у нее, скажем, обычные, а у тебя они выдающиеся. И вот пиар в этой ситуации за одинаковые деньги способен нивелировать всю эту разницу, которую имеет человек с очень большими бюджетами. Да, ей будет намного проще с этими бюджетами, но, условно говоря, я работаю... Я не заплатил ни за одну рекламу. Мы очень выборочно платили за участие в конкурсах. Очень-очень выборочно. То есть, фактически, пиарщик, хороший пиарщик, на свою зарплату делает такой объем работы, который перекрывает любую рекламу, в принципе, в издании. Я не говорю, что она не нужна. Это хороший инструмент дополнительно. Но его нужно тоже правильно использовать. То есть, я за то, что нужно рационально относиться к своим возможностям. Потому что, если архитектор становится пиар-специалистом, маркетологом, бухгалтером, уборщиком, то это уже не архитектор. И ты говоришь, грубо говоря, есть хорошие рекламные бюджеты. Ты вливаешь в рекламу. Какую рекламу? Это Яндекс. А интернет у тебя где-то будешь покупать. Ну, то есть, наверное, и печатные издания тоже реклама. Да, но я говорил больше про интернет. Почему? Потому что интернет всех уравнивает. То есть, ты будешь вываливаться, вот нехитиваешься. Вот смотри, я более-менее знаком все равно с интернет-рекламой. Но ты начал туда вливать большие бюджеты. Так, давай мы это как-то не будем путать теплое с мягким. Ты у нас кто? Ты у нас не дизайнер. Ты другое. Не путай. Хорошо, не-не-не. Я сейчас просто руковожу компанией. Все прекрасно знаю. У тебя другая компания. У тебя сумма чека может быть небольшой. Такой суммы чека у дизайнера, в принципе, маленькой быть не может, как может быть у тебя. Вот, это тоже важный момент. А вот я просто знаю, я общался с дизайнерами, которые вливают много денег в тот же самый Яндекс.Директ, допустим. Да, конечно. Первое, то, что требует, опять же, следует поговорить о требованиях к посадочной странице, как должно выглядеть. Допустим, это мы опустим. И вот суд целевой аудитории, правильно настроенные компании, да, это тоже не очень просто. И вот ты получаешь квал-лидов, да, если ты, например, это, да, опять же, их обработать, выделить из них. И второе, ты сопоставляешь, если я правильно понял, умелое пиар-продвижение, да, которое заключается в правильном позиционировании дизайн-студии, там, в преподнестении ее, там, не знаю, там, в изданиях, в нужных аудиториях, да, в нужных тусовках. И это все, ну, то есть, если я правильно понимаю, перекрывает, да, и может быть сопоставимо с эффектом. И мне кажется, даже если мы говорим про премиум-сегмент, что вообще в интернете очень сложно. Ну, просто мы сами большие рекламные бюджеты сливали, и, да, мы столкнулись с чем? Это миллион звонков, миллион обращений, шейте мне шторы, там, в одно помещение, мне там нужно это, а ой, это так. Люди, потому что не вникают, да, в суть компании, и здесь, вот, с точки зрения дизайна, очень, ну, как бы, да, там, хорошего дизайна быть сложно. Но тебе достаточно одной коммуникации, нужный клиент, да, и у тебя с хорошим чеком есть продажа. Правильно, да? Да. И вот, что все-таки это за инструменты, вот, про которые ты говоришь? Вот, вот, публикация, да, то есть, конкурсы, я сейчас услышал. Я тебе сейчас все это скажу. Я хотел тебе сказать, что, вот, ты мне про что рассказал, я засмеялся, потому что я вспомнил, нам хотя бы один раз в месяц в архитектурную мастерскую забор. Звонили люди, говорили, а какие заборы у вас есть? То есть, тоже не вникали. То есть, телефон на сайте они нашли, при том, что его не было на главной, он был в контактах, но чем мы занимаемся, они не поняли. То есть, на главной висели там Яндексы, аэропорты какие-то, ну, в общем, что-то такое. Они искали забор. Да, они видели, видимо, в этих разноцветных этих забор, то есть, что им нужно было, то они и видели. Это я как про интернет, да. Тут два аспекта, то есть, как бы, ты мне, ты просто такие глобальные мне вопросы, на самом деле, задаешь, они очень большие. На смысле здесь две вещи, то есть, если взять вот одну какую-то, ну, вот такую вот, упростить все максимально, то ты работаешь на репутацию. То есть, у тебя хорошая репутация, ты идешь, это неважно, это архитектор, это, не знаю, ветеринар, это врач, в конце концов, стоматолог, да, еще кто-нибудь. То есть, мы идем к тем, у кого хорошая репутация, кого нам рекомендуют, как правило. В архитектуре это работает на 100%, даже на 110, 146. Что нам дает поднятие репутации? Давайте просто задавлять себе этот вопрос на каждом шагу. А нам, вот мы берем просто и, как бы, да, нет, да, играем в эту игру для себя. Вот если я архитектор, например, я руковожу студии, да, в нужно вникать очень часто, нужно следить, но тем не менее. Вот конкурсы, да, берем два конкурса. Это онлайн-конкурс, его никто не знает. В этом онлайн-конкурсе тоже онлайн-конкурс, например, известные студии. Куда мы идем? Туда, где более известные студии. Почему? Потому что это более престижно, да, и с точки зрения репутации это лучше. Почему мы вообще выбираем? У нас ресурс ограничен всегда. Деньги имеют свойство заканчиваться, время имеет свойство заканчиваться. Если мы говорим про публикацию, мы берем два журнала и смотрим на них. В каком контексте? Что самое главное? Самое главное… Кто его читает, этот журнал? Нет. Как к нему относятся коллеги? Вот. То есть, что про него думают твои конкуренты? Это важнее на самом деле, чем кто его читает. Его читать может кто угодно, ну, то есть, это… Как и YouTube, журналы читают самые разные люди. Ну, и что? Какой у меня не должно быть? Какой журнал должен быть? Хорошо, давай так. Вот я правильно понимаю? Есть репутация, да? А очень просто. Роман, ты открываешь этот журнал, и ты видишь, например, в нем. Вот один известный архитектор, второй известный архитектор, второй известный архитектор. И Баха там, и ты. Да, и ты хочешь быть в этой компании? Подумай. Потому что когда салон, ну, это же не какая-то секрет про Лишинель, у нас журнал «Салон», в какой-то момент, это было вот сразу после начала известных событий, решил брать деньги абсолютно за любую публикацию. Это нормальная практика. В принципе, ничего здесь сверхъестественного нет. Они так решили, да? Я разговаривал минут 40 с их редактором, который занимается, с Ольгой Володиной, который занимается интерьерным блоком, потому что мне пришло письмо. Давайте мы вас сообщаем нам за деньги. Я говорю, ребята, вы мне дадите гарантию, что вот мой проект стоит, с одной стороны, ну, не мой, а мое бюро, с одной стороны стоит условная Женя Жданова, а с другой стоит условный Варевич Боровский или Олег Клод, да? То есть известные архитекторы. Потому что быть, простите, среди ноунеймов, которые я нашлось, сто, там, 97 или сколько там сейчас это стоит, тысяч с НДС, как бы мне не нужно. И это бюро не нужно. Это просто будет для моей репутации, моего бюро плохо. Но я же не могу вас попросить, чтобы мне редакция отчитывалась, кто у них там пойдет в номер, да? Поэтому с салоном больше не работаем. Ни одно мое бюро не работает с салоном. И более того, есть такая очевидная проблема, что вот хорошо, я листаю салон, они сделали очередную, как бы, штуку. То есть у нас идут архитекторы, и они там заплатили денежку, и по полполосы там про каждое архитектурное бюро такой, ну, вот мы выбрали лучшее, ну, это называется, да? Я такое листаю, и я натыкаюсь на известное бюро. Я потом встречаю человека на вечеринке, говорю, Игорь, что ты там делаешь? Вот реально ни одного известного лица, и один известный. Это пиарщика, или там маркетолога, или еще кого-то, хватило ума. Да, это небольшая сумма для этого бюро, там, это очень известное бюро. Но ты, блин, работаешь люкси, делюкси, какого хрена, простите? Ты там стоишь рядом с вот этим вот всем. То есть ты считаешь, это как такая антиреклама, наоборот? Конечно. Хорошо, представим себе любой большой бренд. Вот ты сидишь, это ей недавно исполнилось, как раз юбилей был у Мучи и Прада. А теперь представь, у тебя эта Прада продается, я не знаю, за три копейки рядом, не знаю, с кроссовками, ну, даже не конверс, а каким-то ноунейм китайским, да? У тебя, тебе сильно захочется ее купить? Тебе захочется на это потратить деньги? Нет, ты просто, у тебя в голове оно перейдет на совершенно другой уровень, на уровень масс-маркета, да? То есть, как бы, опять же, клиент, который хочет Икею, он не захочет, я не знаю, Ральф Лорен, допустим, да, условный. Вот все-таки, да, критерии, вот портфолио, да, то есть, во-первых, как сделать так, чтобы это портфолио правильно создалось, потом, да, снялось, и третье, с точки зрения редакции все-таки, чтобы эта публикация вышла, и чтобы ее вообще взяли в публикацию. Хорошо. Значит, что касается портфолио. Портфолио, это неотличимо у нас от того же, от тех проектов, которые идут в публикации, да? Во-первых, ну, на мой взгляд, я расскажу, как бы, это мое, вот, там, мнение, основанное на моем опыте. Я не рекомендую вообще совать на свой сайт, чтобы это ни было в портфолио до того момента, когда вы это не опубликовали. Потому что по понятным причинам журналы многие не хотят, да, это видеть где-то еще, кроме себя. Второй момент, вы должны понимать, опять же, я призываю всех думать и считать деньги, как ни странно, что для журнала сколько стоит эта публикация? Это не работа автора только. То есть вот то, что будет напечатано, оно будет стоить там, ну, словно говоря, съемка в Москве где-то от 120 тысяч стоит стилист-фотограф, допустим. Для журнала поставить вас в печать стоит столько же или больше даже. То есть вы не думаете, что вы отдали съемку, отснятую, да, собой, и у вас этот, журналу это вот. То есть это деньги, да, то есть как бы журнал стоит больших достаточно денег, каждая страница стоит денег. То есть вам, доверяя странице, вашему качеству, вашего проекта, журнал фактически вкладывает в вас деньги. Соответственно, если запечатано издание, с сайтами проще, да, но это тоже публикация стоит на минимум десятку где-то, потому что это работа редакторов, работа самого сайта. Вот, то есть что я хочу сказать, что нужно снимать с профессионалами, но, понимаешь, ты задаешь очень большой вопрос. То есть разные объекты снимаются совершенно по-разному. Более того, когда я работал, например, почему я вообще занялся, как бы сейчас это называется, стайлинг, у нас это называлось редакторы. То есть когда там в 2004 году или 2003 я пришел на трепет дизайн работать, например, я очень много снимал для их архитектуры, ну, для приложений. У них было семь приложений, семь печатных приложений к самому основному изданию и для самого основного издания интерьера. У нас это называлось редактор, то есть мы приезжали и делали эту стилизацию именно так, как хотел интерьер-плодизайн. То есть более лаконично, более вылизанно, типа, ну, с минимум декора, то есть, ну, как бы красиво, да. Вот. Когда я этим занялся, потому что я понял, потому что в определенный момент что-то выгодно, ну, то есть, как бы я, в принципе, для своих клиентов снимал бесплатно. Потом ко мне приходили люди и говорили, а ты можешь нам вот снять как кому-нибудь? Я говорю, да не вопрос. И оказалось, что за это деньги платят. То есть сейчас, вот секундочку, прям буквально паузу, да. Вот если я правильно тебя слышу, что здесь, во-первых, для какого журнала ты хочешь получить публикацию, так ты еще и должен снять, да, под этот журнал, да, вот основная идея. А тут желательно, конечно, вот я как раз к этому подводил, потому что и когда я начал снимать, я, собственно, спрашивал клиента, куда вы хотите? Мне говорят, например, в АД, я писал, например, Жене Микулину, я говорил, Женя, здравствуйте, тогда мы еще на вы общались, как вы считаете, вот с кем лучше снять вот этот объект? Женя мне говорил, Сережа Ананьев, например. Я говорил, окей. Брал Сережу Ананьев из-за уха, и мы с ним снимали этот интерьер. Почему как бы это важно? Потому что можно огульно прийти, там, не знаю, к лидерам рынка и, ну, там, съемок, взять самого дорогого стилиста, самого дорогого фотографа и получить хрень. Знаете почему? Потому что им пофиг. Я вот говорю, как оно есть. Почему пофиг? Потому что я вижу где-то 3-5 проектов в день, которые присылают, иногда больше. И иногда стилист и самый лучший фотограф, я не буду сейчас никого втыкать пальцами, просто нахрен убивают этот проект. По-другому я сказать не могу. Почему? Потому что одно дело, когда вы просто архитектор, да, вот представьте просто, почему меня это так возмущает? Потому что для любого архитектора это полгода минимум потрачено его жизни, это его ребенок, которого он выносил, поругавшись с заказчиками, и стратив нервы, там, объездив много раз Москвой иногда и какие-то другие страны для выбора аксессуаров, всего остального. То есть он это все собрал, у тебя сшил шторы и текстиль. Там, не знаю, все у него, да? Приходит стилист, и херась туда свои кувшины, которые уже были в десяти, херась туда картину, которая уже была везде, херась туда три горшка с цветками, которые, ну, блин, уже задолбали всех между нами, говоря, и так далее. И у тебя получился что? Такой же, как у всех интерьер. И ты, когда их видишь, и такой, ты уже не можешь видеть эти одинаковые картины, эти одинаковые статуэтки, эти одинаковые столики приставные, и тебя начинает, это просто и журнал, поверь мне, этот интерьер не возьмет. Если бы, условно говоря, почему, например, в том же вам, и они возродили фактически традицию, они снимают отдельные интерьеры, такие достаточно выдающиеся, ну, как, не за свой счет, но сильно это получается дешевле, чем рынок, потому что мы понимаем, в принципе, что мы хотим увидеть на выходе, и мы сразу берем этот интерьер в журнал, да? Ну, мы в данном случае, как редактор, я говорю, там, за других сказать не могу, потому что для них я снимаю очень много как стилист, на меня нанимают. И, извините, пожалуйста, при всем моем уважении ко всем, фотографы обленились дико сейчас, то есть они привыкли, что, ну, типа, бумага сейчас, бумаги практически нет, то есть можно отдавать фотографии серые, черные, фиолетовые, с паразитными бликами, то есть как бы такое вот, знаете, отношение, ну, типа, мы вам тут сняли, вот, там, с запасом 10 кадров, вот, вперед, а потом сидят ретушеры и цветокорректоры, у нас вот архитектор, вот у тебя было наше мероприятие, мы стояли, смотрели фотографии, она удивляла, господи, говорит, как вы из нее сделали, она же черная была, только стены здесь не белые, они розовые, типа, они цвета лосось. То есть ты, международакция, уже сама правится, мадоводит, да? Да, нам пришлось просто в редакции, типа, нашим специалистам исправлять работу фотографа, то есть фотографы, когда снимают, они отдают, ну, картинки ретушерам, чтобы те убрали, ну, там, лишние розетки, какие-то провода торчащие, где-то там, мурно попало, еще что-нибудь. Но, блин, вы уже вообще обленились, вы уже цветокоррекцию просто элементарно не делаете. То есть тут, понимаешь, вопрос в том, что лучше взять фотографа, который менее-менее известен, на которой тебе вылежит твой интерьер, чем вот фотограф-стерилисты, которые снимают на потоке. Окей, а ну вот то, что как ты, да, так Микулина сейчас сказал, да, позвонил, спросил, ну, то есть есть же рекомендованные специалисты в журнале, это, ну, как бы, не путь. Ну, вот, например, там, тебе посоветовали, не знаю, там, Ананьева, да, там, не знаю. Да, под конкретный интерьер. А, то есть... Если бы я снимал классику, Женя бы мне посоветовала Михаила Степанова. И я, я с ним стараюсь снимать всю классику. Ну, то есть правильно будет, не знаю, там, конкретно в какую-то редакцию захочешь напечататься, позвонить, сказать, слушайте, ребят, у меня такой интерьер, хочу его снять, да, что посоветуете? Более того, если у вас, опять же, есть деньги и желания, вы можете с редакцией, ну, как бы, ну, многие редакции так пойдут на это. Если им интерьер этот подходит, ну, у нашей, вот, ну, как бы, у ВА, например, точно есть, я не знаю, ну, про другие, у АД было, я не знаю, как сейчас. Продакшн, собственно, журнала, то есть они все это организуют, снимут, сделают так, как им надо. Ну, то есть, как бы, вы уже получите, правда, иногда, ну, как бы, с этим единственный нюанс, какой связан, то есть мы не будем снимать, там, не знаю, как некоторые фотографии снимают, 60 кадров, это много, правда, много. Мы снимем, например, там, 12, 13, там, 15 кадров, вот нам их, вот, для публикации с головой, даже на сайте, потому что, ну, знаете, когда там 5-6 санузлов в доме, они все одинаковые, мы их всех просят снять, потому что они нам нужны для портфолио, как говорят архитекторы, это, ну, это другая работа, да, то есть, как бы, со всем, вот. Но, с другой стороны, вы получаете публикации, вы понимаете, что, ну, как вот. Но это гарантия уже публикации, допустим. Конечно, ну, а мы ее снимаем под журналом, то есть у нас, вот для этого номера, у нас запланирована съемка, вот на июнь двух проектов, и, я сейчас боюсь соврать, по-моему, 3 или 4 проекта, у нас очень большой номер следующий, по-моему, ну, толстый, но там много проектов будет, по-моему, 4 проекта мы уже сами сняли для этого номера, то есть, ну, с архитекторами, естественно, архитекторы сидят и ждут, ждут, чтобы, но, во-моему, тут еще одно преимущество есть, как бы. А стиль твой? А? Стиль твой? Конечно. Без вариантов. Нет, шучу, я просто, как это сказать, я просто немножко дешевле и лучше, потому что как раз я прекрасно понимаю, когда вот был там интерьер, мне все рассказывали, ну, что они хотят видеть, я же спрашивал, я общался с редакторами там, и мне говорили, ну, вот, типа, сними, там, Эль Декорейшн говорил нам так, чтобы, вот, типа, вот здесь вот интерьер, вот, не знаю, вот люди обедали, и вот ты их попросил встать, они вышли из-за стола, и вот этот вот такая вот чуть-чуть разобранная серверовка, вот, чтобы было так. А Декорейшн, ну, так, ну, типа, поспокойнее, по-минималистичнее хотят пласть минимализм. Вот, и, соответственно, вот каждый из журналов говорил, интерьер, преддизайн, знаю, что всегда было лаконично, я знал, что там максимум, что я могу положить, это какую-нибудь там плоскую тарелочку, и один там гранат, это уже очень смело в кадре. Вот, как ни странно, я обычно с интерьером, преддизайном, мне было тяжело угадать, чуть-чуть, а вот с остальными, как бы, мы попадали в стилистику, ну, всегда. А что еще важно указать, и вообще, ну, то есть, какие есть такие критерии, из-за которых вы там точно не возьмете? Ну, там, не знаю, может, использованы там материалы, либо там, ну, есть какие-то вот... Ты знаешь, в принципе, как и все, ну, там, журналы, мне кажется, в некотором смысле все очень не любят поддельные, очевидно, поддельные вещи, да? То есть, одно дело, если это, ну, какая-то, какой-то светильник, который уже, ну, или там кресло, это, господи, витро, которое уже, ну, уже, ну, уже оно стоит, оно недорогое, оно уже стоит до такой степени везде, что если ты начнешь вычленять все интерьеры, особенно общественное, где вот там стул этот DSW, например, стоит, ты же просто, ну, ну, ты понимаешь. Вот, а другое дело, если ты понимаешь, видишь какой-нибудь там, не знаю, овечек Лолана в интерьере 40-метровой квартиры, да, и ты понимаешь, что рядом, вот, диван Бакстер я могу не отличить от другого, ну, вот, там, овечки Лолана, какие-то витро, кресла дорогие, какая-то, вот, там, этот самый, господи, скажи, я скажу, тот же Якобсен, вот этот, вся Скандинавия, она очень характерная там, понимаешь, что это же Якобсен, вот эти кресла типа ЭК и так далее, там прям видно, у тебя там шов неровный, он специально сделан, вот, там делается он такой иглой, и он вот такой, если это кресло рядом снято, ты, блин, увидишь, что оно поддельное, даже если там пропорции все такие же. А еще все экономят на этих самых, на, вот, у тебя, кстати, вот витро, на вот этих вот... Кстати, оригинал. Да, естественно, иначе я бы на него не сел, я бы воспламенился. Все экономят на вот базе, в общем, короче, там есть куча нюансов, это просто для профессионала, это заметно прям сразу. То есть фейки, да, такие очевидные? Да, прям вот фейки-фейки прям, вот такие, знаешь, когда ты... Ну, а с точки зрения дизайна, на что вот редакция обращает журнал? Необычность. Когда у тебя проект, он не похож на другие. То есть это вот единственное, самое главное. Управедительное письмо какое-то нужно, чтобы акцентировать эти вещи, там какие-то, ну... Потому что я вот, меня тоже привлекает иногда, да, вот сейчас тоже ждут ответа конкурсам, да, там, текстильным. Вот, нет, вот вам нужна ваша, там, это, оцените. И я, конечно, смотрю, там, ну, из половины кровь из глаз льется, да, извиняюсь за выражение, потому что, ну, блин. И, кстати, иногда, знаешь, почему даже? Не из-за того, что плохо сделано, а потом начинают, с людьми общаешься, говоришь, слушай, ты что прислал-то? Ну, я потому что многих там лично знаю. Ой, да ты что, там вот это было интересно. Я говорю, а хрен ты об этом не сказал, когда вот ты на конкурс отправлял. Ну, хоть поясните мне записку, да, там, в увеличенном, там, приближении, там, показать, что, например, вот здесь такой-то есть нюанс, вот это красиво, вот это, я сделал задумку, потому что, и тогда совсем по-другому, да, это воспринимается. Вот это, ну, как бы, отребуется в журнал такой? В принципе, ты прав, с одной стороны, но с другой стороны, есть такое, как бы, как это, со мной, я думаю, согласятся многие мои коллеги, что если мы по картинкам не можем понять, в чем здесь, как бы, красота и необычность, то, как это сказать, журналы все-таки, это больше прочитать, просмотреть картинки, а не прочитать. То есть, как бы, если красота требует пояснения или искусства, это уже не искусство, не красота. Окей, услышал. Но конкурсы, еще раз, и дизайн, сам дизайн промышленный, ты очень часто не можешь эту идею, как это сказать, показать без видео, например, да, и так далее и тому подобное. То есть, тебе требуется вербализация. Но пусть эта вербализация будет, как это сказать, как говорил один мой очень успешный коллега, письмо не должно быть длиннее четырех строк. Если мы хотим рассказать про наш интерьер, о нашем интерьере, так, чтобы, ну, как бы, редактор в него вник, мы пишем. Дорогой редактор, запятая, в этом интерьере у меня вот такие марки, которые могут быть вам интересны, запятая, а еще здесь необычное решение. Например, не знаю, у меня кухня спрятана в шкаф, обратите, пожалуйста, на это внимание. Вот. Все, точка. Да, я с тобой полностью согласен. Вот, я про это и говорю. То есть, иногда это бывает, представляешь, что тебе приходят, там, не знаю, там, по несколько, как ты говоришь, и ты смотришь, а, фигня, фигня, и у тебя сто процентов, ну, как бы, да, без каких-то там обид, ничего, ты можешь что-то не заметить такое, да, потому что это не преподнесли, не сказали. Вот еще, я дам совет, вообще, бесплатный, очень хороший дизайнерам, когда, если прикладываете, особенно, там, ссылку или что-то, вообще, возьмите себе за труд, переименуйте файлы так, чтобы у меня проекты не начинались с туалетов. Как задалбывает отлистывать 10, блин, фотографий гостевого санузла, перед тем, как ты дойдешь хотя бы до спальни, то есть, начинайте, есть очень простой порядок, он всегда одинаковый. У вас всегда идет гостиная, у вас всегда идет столовая, кухня, спальня, и потом все второстепенные помещения, то есть, начинайте всегда с самого эффектного кадра, с самых эффектных, то есть, пусть первые 5 кадров вашего любого интерьера, хоть в Яндекс.Диске они лежат, хоть они лежат в самом письме, проследите за тем, чтобы редактор увидел первое. У меня вопрос, может быть, дилетантский тебе покажется, да, но вот, мне кажется, молодому дизайнеру тоже интересно, вот ты сказал, да, мы возьмем печать, публикацию, если дизайн интересный, да, там, какой-то... Да, что-то необычное. А вот как, ну, дизайнеру поступить, чтобы это необычное, да, там, продать клиенту, либо вот как вот это, ну, то есть, есть у тебя тоже, может, какие-то, знаешь, там, советы, или, может быть, из опыта? Всех хороших дизайнеров, которые делают необычные, которых я знаю, они работают в собственном каком-то неком стиле, да, то есть, это какая-то некая стилистика. Она не всегда может быть там ярко выраженной, очевидно, но там, я не знаю, не будем далеко ходить. Например, наткнувшись на интерьер Жени Ждановой, она делает, согласитесь, достаточно спокойный интерьер, да, я вряд ли его перепутаю с каким-то другим. Почему? Потому что у Жени специфические использования цвета. У нее в спальнях очень часто встречаются шляпы эти, которые она привозит огромные в качестве декора, да. Когда мне присылают, прости, интерьер, где у меня на каждой стене висит один и тот же бейкер, и есть такой бренд, не помню его название, декор с непредносимым названием на голландском языке, понимаешь, у меня в журнале, когда я, я сам это увидел, потом очень смеялся, в двух проектах одинаковый декор висел, понимаешь? Ну, как бы, ребята, ну, серьезно, у вас больше просто вариантов нет, возьмите, сделайте, у меня целая лекция есть, я вот сейчас буду ее очередной рассчитать, про, как бы, искусство даже в интерьере, как вы просто по помощи искусства в выборах аксессуаров можете два, ну, один и тот же интерьер сделать разным. То есть я могу, на самом деле, снять одну и ту же квартиру десятью, там, двадцатью-тридцатью разными способами, в зависимости от того, что я хочу получить на выходе. Ну, как бы, ну, это про съемки, да, если мы говорим, то есть съемку сделать еще более необычной, то есть вот тут нужно дизайнеру понять, что он делает. То есть вот это, ну, грубо говоря, мы же с тобой, там, не знаю, на какой-нибудь там, на вечеринку, да, мы не пойдем в одежде, в которой мы в саду ковыряемся, да, ну, правда ведь? То же самое, не нужно путать, есть бытовое использование, там, регулярное. А есть, как бы, стилистика подачи для журнала, и абсолютно допустимо сделать ее более интересной, парадной, может быть, немножко поменять аксессуары, может быть, поставить, не знаю, на стол серебро, например, если это классический интерьер, а, например, не банальные чашки, там, сервиза за пятьдесят тысяч рублей, да, и так далее. То есть что-то, что приподымет вот чуть-чуть, знаешь, вот повысит градус там на два-третьих градуса условных. Я уловил сейчас по поводу стиля, и это, наверное, действительно такое, ну, пока вот ты не поймешь, я-то по себе знаю, да, позиционирование свое, какой ты не выработаешь стиль, да, пусть это стиль ведения бизнеса или там стиль ведения, то же самое подачи. Это, ну, действительно, без этого никуда. И вот сейчас ты начал, да, вот хоть немножко тоже на этом акцентировать внимание по поводу вот этих деталей, дорогих деталей, что для тебя вот, да, добавляет дороговизны в интерьер, да, вот что такое дорогие детали. И, кстати, может быть, даже отдельно, если есть еще сказать по поводу дорогих тканей, как ты к ним относишься. И еще такой вопрос, да, вопрос. Если мы говорим про дорогой интерьер, и вот ты начал, помнишь, говорить, кто не пойдет там, не знаю, какой-то бутик, да, не пойдет в Икею. Возможно ли в интерьере, с своей точки зрения, использовать, допустим, и дорогое, и дешевое, и преподнести это? Я уже забыл первый вопрос просто. Задавай-ка по одному. Задавай начнем с конца. Да, это возможно, и это, более того, будет уместно, и это нормально. В этом нет ничего сверхъестественного. То есть не должно быть там маслом по маслу, чтобы получился дорогой интерьер. Нет, конечно, потому что у тебя дорогой интерьер, самый дорогой интерьер будет отличать то, если это вообще делюкс, да, что там все на заказ будет практически сделано. И в том числе у известных марок они тоже делают тот же, ну, беспок и все остальное. Это как раз шит по мерке, да, то есть как бы более дешевый интерьер. У меня, мой собственный интерьер, там стоят некоторые очень дорогие вещи, которые мне подарили, например. То есть как бы там есть антиквариат, да, это уже антиквариат, ну, винтаж хотел сказать, но 70-е годы, это уже антиквариат, 51 год прошел. Хотя он выглядит как современный, да, практически. То есть это не является чем-то... Ну, это норма, да, используют дорогие, недорогие вещи. А кровать у меня какая-то вообще белорусский ненейм, она сделана на заказ, ну, в смысле, она не сделана на заказ, она куплена, а потом что-то с ней, там, я у нее оторвал этот... И стал бесплог, да? Да, оторвал, оторвал этот, господи, изголовье и вместо него там что-то сделал. Ну, короче, в общем, сон в том, что просто, ну, как бы не надо за этим гнаться, ну, в смысле, должна быть красота, она не в стоимости. То есть это нужно обладать определенным навыком, чтобы определить, что это стоимость. Более того, я вам скажу так, что бывают очень смешные случаи, ну, как они печальные, на самом деле. Ну, вот у меня у одних клиентов, к ним промемория пришла, что-то с ней произошло, то ли ее утопили, ну, в общем, короче, с ней произошло что-то плохое, и обивку пришлось поменять. А клиент посмотрел и сказал, ну, помню, какая промемория, стандартная обивка у них в основном такой, как а-ля бархат. Он говорит, а я хочу кожу. И у меня такие были ярко-красные стулья промемория. Ну, вот эти самые характерные, бью-бью, по-моему, не помню, как они называются, хоть убей. И я захожу такой, говорю, а что это? Они говорят, ну, как бы, а они настоящие, то есть все, то есть они еще доплатили за перетяжку. То есть всякое бывает, знаешь, на самом деле, тоже тот же самый, хотите вы, ну, как бы, чтобы диван, допустим, дорого выглядел в, ну, как бы, как и называется, в недорогом даже интерьере, ну, как бы, вы не можете позволить туда поставить оригинальный норовый фоан, да зачем вам он нужен? Выберите диван с красивыми ножками, поедите на фабрику в Подольске, возьмите у тебя ткани, приложите разные варианты ткани вместе с клиентом, сами на свой вкус, и вы увидите. Тут есть один очень тонкий нюанс, на самом деле, вот со всей мебелью и с тканями, то, что ты спрашиваешь. Рапорты у всех на всех тканях очень разные, и они, в принципе, очень по-разному выглядят на одних и тех же изделиях. То есть ткань на подушечке вот какой-нибудь, а на диване будет выглядеть абсолютно по-разному. И пока, если у тебя есть размер твоего изделия и ткань, только приложив ткань, ну, как бы, ты, скорее всего, поймешь, как она смотрится в итоге. Поэтому по месту лучше сделать всегда, чем заказать откуда-то. Ну, если мы не говорим не про серенький и не про бежененький. То есть если мы говорим про какую-то, даже вот там стяжок, гусиную лапку, какой-нибудь цвет, тем более, какой Моррисон там и так далее, и тому подобное. То есть это намного интереснее, и это можно сделать намного дешевле. А еще у тебя не будет риска, вот что это не доедет, там что-то и так далее. Ну, окей, да, соотносить можно, дорогое, дешевое, да, и это, наверное, даже лучше, чем какие-то фейки. По поводу все-таки дорогих материалов. Лучше, потому что тебя отремонтируют это все. Да, а ткани, ткани, как ты вот дорогим тканям относишься? Я очень хорошо отношусь. И как ты вообще, ну, определяешь, вот дорогую ткань, это недорогой, есть ли у тебя... Слушай, ты знаешь, это, наверное, очень такой дилетантский подход. И я тебе честно скажу, я по-разному отношусь. Потому что ко мне все-таки для меня всегда функция существует, да. То есть, условно говоря, ткань, которая используется в качестве ширмы, например, и ткань, которая используется в качестве, извините, обивки для того, чтобы на ней сидеть попой. Это разные должны быть ткани. Потому что здесь у нас декоративизм, да, и я, там, не знаю, максимум, что я сделаю, я поглажу там, или когда буду двигать эту ширму. А здесь у меня ежедневное использование. То есть, конечно, ткани должны быть разные для этого. То есть, опять же, те же шторы, у них есть какая-то... Ну, я вот, например, люблю очень купонные шторы. Ну, вот эти вот фишбахер, знаешь, делают, когда у тебя переход рисунка идет. То есть, вот его нет, а потом он появляется, его больше. Это очень красиво выглядит. Если это высокое помещение, то торжественность сразу какая-то. Мне, в принципе, нравятся ткани, если честно. Такие, знаешь, броски немножко. Ну, в смысле, когда ткань чуть-чуть ярче, чем основной интерьер. Нет, потому что такими... Я на съемке, у меня есть такой лайфхак, простите. Я привожу подушек всегда просто какое-то дикое количество, потому что, опять же, я не могу угадать, какие мне максимально подойдут уже в кадре именно. Поэтому я стараюсь их вот положить, посмотреть. Ну, а как правило, я подбираю что-то, что будет ярче, немножко даже контрастнее, если это маленькие предметы. А все остальное уже, ну, это про съемки. Декоративные. Это не про... Это скорее не про жизнь. Жизнь, мне кажется, нужна... Есть очень простое, мне кажется, правило, что должно радовать глаз. Вот если оно радует глаз, значит, это хорошая вещь. Если не радует глаз, мне все равно, сколько она стоит. Абсолютно. Это и картинка касается, это касается... Здесь еще важен вопрос. Радует глаз твой или заказчика? Правильно. Я говорю про себя, как про заказчика. И еще я хочу сказать про заказчиков. У меня есть много коллег моих, которые... Ну, я же беру интервью уже у дизайнеров. То есть я знаю про многие проекты, как они происходили. Они только финалы, да? И я разговариваю с заказчиками. Я иногда вижу такие картиры, что это прямо как это... Это прямо какой-то этот фестиваль. Ну, в смысле, там, цвет на цвете. Просто его очень много. И это очень удивительно. И мне все архитекторы говорят, ну, вот мы им сделали два варианта. Мы думали, они точно от этого откажутся. Это мы, грубо говоря, сделали чуть ли не для себя. А они сказали, вот только так. Пожалуйста, вот да, вот это вот яркое, вот эту неровную плитку нам сюда, и вот этот антиклариат сумасшедший. Вот все, пожалуйста. Нам прям вот очень нравится вот именно так и сделать. В чем приходили они на совершенно другое и просили сначала более простое. Поэтому не нужно в своей голове... Вот это вот совет, как бы, ну, молодым дизайнерам, возможно. Если у вас есть ресурс, конечно, в виде времени и сил, не нужно клиента загонять в рамки того, с чем он к вам пришел. Клиент часто, не являясь специалистом в области дизайна интерьеров, сам не знает, чего он хочет. Предложите ему что-то отличное от того, что вы, например, все время делаете. Или покажите ему разные варианты, в конце концов. Сейчас есть там, не знаю, Пинтерест, миллион интерьеров. Только тоже, как бы, у меня есть знакомые дизайнеры, которые живут в этом Пинтересте. Потом я захожу в какой-нибудь офис, такой говорю, о, это из Гонконга, это из США, а это наш Яндекс. А вот скажи, пожалуйста, как ты считаешь, вот знакомства имеют? И какие знакомства? Сарафанное радио, конечно, имею. Ну, кто кого должен порекомендовать? То есть это отношения все-таки с клиентами? Или какие знакомства должны там продвинуть? Слушай, я считаю, что нужно со всеми быть в хороших отношениях. Ну, не сидеть друг у друга на голове, но просто общаться. То есть, в принципе, клиенты приходят с самых неожиданных мест. То есть я думаю, что вы, как люди, которые в основном занимаются текстильным штормом и так далее, вы сами рекомендуете иногда. К вам приходят, да, и потом нужен дизайнер, вы его рекомендуете. У нас было, например, если мы говорим про архитектурное бюро, к нам приходили люди от подрядчиков очень часто, то есть от прорабов, от инженеров коммуникациями, которые занимались и так далее. То есть человек приходит и фактически уже заказывает внутри инженерный проект, но дизайнера у него, например, нет. Потому что он там решил... Но в какой-то момент он понимает, что дизайнер – это вообще не, извините, не про тряпочки, не про выбор диванов. Это куча-куча работы вообще. Совершенно другое, о которой он даже не задумывался. А потом он начинает рыдать, когда он отказался от авторского надзора, и у него плентусом 20 сантиметров. Это реальная история, они сошлись, потому что строители так посмотрели. Вот, ну понимаешь, да? Да, да, это ты имеешь в виду, это хорошая рекомендация, именно как раз получить новых клиентов, да, за счет рекомендаций. Нужно быть просто, мне кажется, в рынке, понимаешь? Ну, в рынке, да? То есть ты со всеми общаешься, ты знаешь, кто это, кто это, да? То есть ты там, не знаю, читаешь журналы, ты ходишь на вечеринки, то есть ты там, тебя что-то заинтересовало, там, не знаю, та же ткань, да? Ну, блин, ты поднял свою, простите, жопу, пришел к тебе и полистал ее, посмотрел, пощупал, да? Потому что ты даже, когда будешь потом разговаривать с клиентом, ты ему можешь сказать, блин, а я такую ткань видел, давай мы с тобой съедем и посмотрим. А ты зря смеешься. Чем премиум отличается от масс-маркета? Историей. Хороший вопрос. Историей. Только историей. Тем, что добавленную стоимость фактически стоит не качество даже, не какой-то этот самый, а то, что бренд, который выпускает этот премиум, он тебе рассказал историю, что это не просто у тебя часы, а это часы историй. Ну, там, вот и Вог их придумал, д-д-д-д, а это, не знаю, первые кварцевые часы Сейка, которые вышли в 1969 году. Например, да, и ты такой, смотришь, о, это не просто кварц китайский за 5 копеек, а это у меня вот самая первая модель исторических часов, которая limited edition, не каждому по карману и так далее. Ну, в тканях таких историй, особенно в хороших брендах, ты абсолютно прав. Конечно, один раз не чувствуешь. Да-да, там, это и архивы, и у всех висят самых первых лиц. Ну, естественно, так вот я тебе об этом и говорю, у нас же тоже, то есть клиенту можно прийти и сказать, что смотри, вот, смотри, какой диван, а его сделал человек, а ты знаешь, кто это за человек был? И у меня на съемках часто бывают очень смертные ситуации, когда клиент говорит, так, а я, давайте это оставим. Да-да-да. Потому что, ну, как бы, они послушали, им стало интересно, и, как бы, они прониклись этим, как бы, историями. Потому что потом придут гости, он им расскажет. Ну, как бы, и эти вещи, они живут чуть-чуть дольше. А если мы про люкс говорим, так там это вообще, ну, люкс, как бы, от премиума чем-то отличается тем, что люкс все-таки, он более живущий, что ли, ну, как это сказать, то есть... Но его просто часто не меняют. Конечно, так его и не меняют, но его и не нужно менять, потому что он качественно сделан изначально, но он, из-за того, что он качественно делан изначально, даже если он сделан, там, в Китае, этот люкс, там он стоит, все равно уже не может, там, условно, там, 3 доллара за день сотрудник, потому что там нужны специалисты, которые все равно будут там прошивать эти сумки или диваны и так далее. То есть это уже не может просто стоить настолько дешево. То, что сейчас у нас творится там с одеждой в сегменте люкс, это просто там керенки и все остальные сошли с ума, но это уже на их совести, и это другое. Начинающим, вот, дизайнерам, какие первые шаги? Ну, выделиться нужно, но в хорошем смысле. То есть, естественно, тут... Понимаешь, мы все время упираемся в две вещи. Грубо говоря, в ресурс. То есть это деньги, это силы, это время. Нужно себе поставить, ну, как понять реальное, вот сколько ты можешь в это все, насколько этим жить. То есть, насколько ты можешь потратить деньги на специалиста. Какого уровня это будет специалист? Вот стартует дизайнер, как правило. Хорошо, правильно, стартует дизайнер. И что я вижу? У дизайнера, типа, пиар-менеджер, который стоит 30 тысяч, и это на самом деле девочка, которая выкладывает рилсы в запрещенную сеть, да? Серьезно? Ты очень далеко, конечно, продвинешься. Ты наняла, блин, специалиста, которому ты сама объясняешь, что ей делать. Как бы и да. И потом она всем журналам разослала эти большие послания. Хорошо, это то, что не нужно делать. А вот все-таки что сделать, да, вот стартующим? Не знаю, там вчерашний студент. Я не знаю про вчерашних студентов. Я студентом, как ты понимаешь, был много лет назад. Что бы я делал? Ваним Костырин. Я бы взял, во-первых, и пошел к тебе, ко всем своим знакомым, большим поставщикам и незнакомым, и рассказал им, что я этим занимаюсь, артом. Я бы купил тортик, бутылочку, и пришел к тебе. Вот они пошли в личные связи. Да, они пошли в личные связи. К главным редакторам. Я в редакции напросил, что я бы их к себе, например, пригласил. Еще как-то. То есть я бы нашел способ. Хорошо, а как вот ты представляешь, к тебе приходит молодой дизайнер, и что, он должен тебе сказать, чтобы ты себе начал говорить? Он должен мне сказать, здравствуйте, Вадим Викторович. Я хотел бы с вами лично встретиться, познакомиться. Я думаю, это прямо сейчас надо под запись. Как это возможно? У меня такое бывает иногда. Так. Я бы сказал, ну там, какой вопрос? Он сказал, ну вот я начинающий дизайнер, я вот хотел бы с вами поговорить. Я бы назвал либо цены, либо выбрал бы ресторан, где я хочу встретиться. Это недорого. Ну, например. То есть как бы, ну, у меня на самом деле такая аудитория, пиар-менеджер, вот ко мне, кстати, часто приходят, говорят, вот у нас фирма, а что с ней делать? Говорю, окей. То есть мы просто встречаемся, я часто, ну, я иногда и деньги не беру, потому что это какая-то там известная фирма, которая мне приятно познакомиться, да, бывает. То есть, ну, у каждого же есть какой-то ресурс. Если мы кинем взгляд на, даже на студента, который выпустился, ну, есть какие-то, господи, есть какие-то твои однокурсники, есть какие-то твои там с богатыми папами, мамами, родственниками. Если мы почитаем там истории всяких дизайнеров, да многие из них делали кому-то из родственников, кому-то из знакомых, кому-то там из друзей, да. Ну, все равно, получается, первый шаг должен быть что-то там бесплатное, кому-то что-то делать. Кэлли Хопер, она, если я ее не путаю ни с кем, у нее, по-моему, подруга, они вместе с ней ходили на фитнес, и когда, ну, она что-то решила там делать ремонт, та ей просто решила помочь, так она стала дизайнером, понимаешь? Личный бренд. Вот для тебя построение личного бренда. Насколько, что вообще для тебя такое личный бренд, когда я дизайнер интерьера говорит, да, что у нее там должен быть там личный бренд, и насколько, по-твоему, он влияет как раз там на выбор, на какую-то вот, на эту руку, на этот стиль, который ты вырабатываешь, вообще веришь ли ты в эту стилу личного бренда? Слушай, ну это же не религия, чтобы верить на не верить, это все можно измерить цифрами, да. Личный бренд – это хорошо, да. То есть, если мы понимаем под там брендом марку, как бы, марк, что такое? Марк – это знак, да, то есть в дословном переводе. Вернемся к Жене Ждановой, у которой есть чаще личный бренд, и она может про него рассказать. Но если ты девочка, или там мальчик, не знаю, ну девочка, ну Женя Жданова – девочка, объективно. Если ты девочка, сделала все то же самое, что Женя Жданова, я не знаю, в Инстаграме, ты же не стала от этого кем-то уникальным, ты стала копией Жени Ждановой только на минималках. Правильно? Правильно. То есть поиски личного своего, как это сказать, своего какого-то стиля и всего остального – это очень большая на самом деле работа, причем внутренняя. Я не могу сказать, что у меня есть какой-то особенный личный стиль, я просто хороший специалист. Выставляю себя, как Жданова, вы кустарь-одиночка. То есть я умею делать определенные вещи. Люди, которые хотят личный бренд, они хотят себя нести миру. Для этого нужны особые внутренние черты и ощущения. Тебе хочется, чтобы на тебя смотрели, ты нравился или нравилась в данном случае. У тебя было много подписчиков. Но очень часто это выглядит, как это сказать, вымученно и глупо. И тут, возвращаясь к ресурсу и репутации, подумайте, как этот личный бренд будет сказываться на вашей репутации, на том, что вы делаете. Возможно, эти ресурсы стоят потратить на что-то другое. Опять же, может быть, я не прав. Возможно, для кого-то известность, правильная известность, она станет залогом прихождения новых клиентов, потому что там, ну, не знаю, состоятельная девочка видит другую состоятельную девочку, они отдыхают на них в курортах, у них возникает определенная синергия и так далее и тому подобное. То есть, как бы, и да, это возникает некий, но ты тут, как бы, опять же, возвращаясь к Жене Ждановой, или там, вот возьмем Полину Пицан, да, с которой я достаточно хорошо знакомый, помню весь ее путь, ну, вот, от неизвестности к известности, скажем так. То есть, как он происходил, то есть, это происходило на моих глазах. Тут нужно сопоставить свои возможности, в том числе финансовые. А можешь ли ты так, да? Можешь ли ты, вот, там, нанять людей, можешь ли ты с ними сидеть рисовать, можешь ли ты, там, разместить в каких-то СМИ свое первое интервью, да, а потом сделать какие-то съемки тех же видео в каком-то количестве, чтобы у тебя было что, контент, да, выкладывать. Или у тебя всего этого нет, ты хочешь, как, как бы, Полина Пицан или Женя Жданова, но максимум, что тебе хватает, это вот доходить на видео, выкладывать подушечки, ты знаешь, это популярный жанр сейчас. То есть, как бы, за тобой бегает девочка и снимает, как ты кладешь подушечку, так, так, цветочки поправить. Ну, хорошо, у тебя кончился тот клиент, которым ты подушечки выложила, завтра ты что делать будешь, дорогая подруга? Подумай немножко наперед, на год, на два. Кем ты себя, простите, вот, как за банальность видишь через пять лет? Ты видишь себя девочкой из Инстаграма, которые в рилсах подушечки выкладывают? Ну, так продолжай выкладывать, ради бога. Если ты серьезный специалист, то ты будешь развиваться. Ты будешь в СМИ, у тебя будут конкурсы, и к тебе будут, там, не знаю, приходить люди другие и хотеть у тебя с тобой работать, заказывать у тебя проекты хотеть. Но если ты вот так это, как это, огульно разбазариваешь свою жизнь на, простите, вот это так называемое СММ и так называемый пиар вот такой, да, с рилсами и всем остальным, ну, так ты там и останешься в своем Инстаграме. Виртуальности вот этой. Деда, у тебя будут любить, там, твои 80 или 90 тысяч подписчиков, но клиенты оттуда не придут. По поводу главного нашего приза, сегодняшнего, спасибо тебе. Вадим разрешил разыграть консультацию личную, как пиар-специалиста. Вот, но, конечно, не каждому, это будет всего одна, одна такая консультация, и она будет дана тому, кто как раз, давай правильно сформулируем вопрос, да, напишет в комментариях, почему ему нужна эта консультация. Вот мне очень понравилось, как ты сказал, что вот написать твою свое некое видение, стратегии, там, не бежать, что это 1, 2, 3 года, как вот себя видит дизайнер, и мы выберем, да, то есть ты выберешь, а читаешь, я прочитаю, выберем самое интересное предложение, и такую консультацию получит. Мне очень понравилось, что у нас получилось такое познавательное, я не пользуюсь этого слова, действительно, очень много лайфхаков, как это принято говорить, полезных рекомендаций, вот, спасибо тебе, что ты выделил время, спасибо тебе, сегодня, кстати, выходной день, спасибо тебе за это, что ты пришел и поделился своим опытом. Не за что, абсолютно. Я надеюсь, что я не очень сильно утомил уважаемых дизайнеров своей болтовнью. А еще, Вадим, захотел сколько просмотров? Да, как бы нет. Он сказал, что если будет меньше... Я проконтролирую. Да, проконтролирую, да, меньше 10 тысяч просмотров, так что делитесь этим видео с дизайнерами, тому, кто хочет этим заниматься. В общем, это будет полезно. До скорой встречи. Пока.